Всем привет! Вы на канале Retro IT Museum in Moldova, музей компьютеров в Кишиневе. С вами Андрей хранитель музея и сегодня я хочу вам показать свои экспонаты, а именно консоли компании Nintendo. Для начала самая старая здесь консоль, двухэкранный вариант Nintendo Game & Watch. Задача очень простая, значит в шланге есть дыры, но при этом нужно тушить пожар. Переходим к нашему следующему экспонату, это Nintendo Game Boy Classic. Здесь у меня игра Paperboy. Моя задача какая? Правильно развозить свежие газеты. Да, врезался. Молодец. Непосредственным продолжением Nintendo Game Boy является Nintendo Game Boy Color. Наконец-то у нас цветной экран. Это кстати разъем для лампочки, здесь можно поставить некую лампочку и играть ночью. И наконец-то у нас есть возможность играть вдвоем. И здесь у нас игра самая что не есть популярная в музее это Super Mario Brothers. Без проблем. Можно пройти хоть всю игру. И еще один экспонат Nintendo Game Boy Advance SP с картриджем 12 игр в одном. Это китайский картридж. Здесь наиболее популярная игра это Tetris. И так до бесконечности можно играть. Правда я естественно проиграю. А мы продолжаем наш обзор и сейчас у вас на экранах последние новинки среди техники Nintendo в нашем музее. Это Game Boy Advance, Nintendo DS Lite и Nintendo 3DS. Надо сказать, что последние две консоли попали в мой музей благодаря моим коллегам по работе. За что я им естественно очень благодарен. А включаем мы младшую модель Nintendo Game Boy Advance. Кстати она с флеш картриджем. Правда он китайский. А это значит что? А это значит что не каждая игра может здесь запуститься. Например я пробую запустить Tekken. Ну вот была заставка. На этом скорее всего игра вся закончилась. Nintendo DS Lite в музее появилась не так давно. Изначально я вообще сам на ней играл. И играл очень долго. Здесь у нас флеш картридж, позволяющий установить любые игры. И здесь у нас расширение для поддержки Game Boy игр. Castlevania. Ну поехали. Ну такое интересная игра очень. Можно долго играть. Но я же должен показать последнюю новинку. А последняя новинка у нас очень классная. Тоже два экрана. Тоже всевозможные игры. Ну здесь можно поиграть даже в Quake. И пошли как в старые добрые времена. Вот такой вот у нас сегодня интересный обзор. Жду ваших комментариев, вопросов и может быть даже идей, что еще стоит снять. Какие обзоры стоит выпустить по экспонатам нашего музея. Спасибо. Спасибо.